Поехали! Всем привет! В прошлый раз я обещал, что мы встретимся через неделю и продолжим готовиться к консалтингу. Не вышло, мы встречаемся через два месяца, но я надеюсь, что от этого скорость подготовки не пропадет. Что мы сегодня делаем? Сегодня мы смотрим, на чем мы остановились. Остановились мы на CV, CL, математике и дедлайнах, их обсуждаем и двигаемся дальше. Ренат, первым делом расскажи, пожалуйста, что произошло вообще за последние два месяца, пока мы с тобой не занимались? Окей, ну остановились мы на том, что я писал тест ABCG, скажем, через неделю после выхода старого видео. Ну так получилось, что тест я не прошел, и поэтому, так скажем, подготовка из разряда срочной превратилась в среднесрочную. Соответственно, я вернулся в Россию, я думаю, в середине этого лета. И заболел в Вижерске, приехал в Москву только в августе, поэтому, в принципе, ничего интересного не было. Были какие-то мелкие проекты, но это что-то глобальное. Окей, ну и стажировок тоже никаких не было, значит? В этим летом не было. А мелких проектов есть что-то, что ты думаешь, можно добавить в резюме? Мы делали бенчмарк диджитал-трансформации компаний, как бы презентацию. Мы искали кейсы, как компания. Слушай, ну мне кажется, про это можно рассказать, кстати. Лучше, чем ничего. То есть, окей, как бы общий сетап. Жалко, что за лето не произошло какой-то там классной стажировки. То есть, допустим, BCG я принимал, допустим, меня возьмут, ничего страшного, ты пробуешь еще раз. Но хотелось набрать еще какой-то капитал, который можно использовать потом. Ну, окей, ну, болел, поэтому не вышло. Бывает, конечно. Я думаю, что нужно как-то капитализовать, капитализировать даже то, что у тебя было сейчас с проектом. Ну, а сейчас обсудим это по себе, обсудим. Расскажи, что думаешь с BCG, какая сложность была? Как ты думаешь? Вообще, это было довольно странно, потому что я был уверен, что я хорошо знаю математику, а скорее всего, именно там мне чего-то не хватило. Ну, так как я все-таки написал тест хорошо, они довольно плохо, мне дали возможность подаваться туда зимой. Ну, собственно, я и буду делать. Супер. И сразу переходим тогда к вопросам дедлайнов. Помнишь, которые мы еще поднимали в прошлый раз? Да. Какие дедлайны? С чем мы сталкиваемся? Сейчас я их найду. С чем нам нужно будет разбираться? К чему готовиться? Окей. Дедлайны по зимней стажировке BCG, это там выход, скорее всего, где-то в феврале или в январе. Соответственно, я планировал бы выйти на финальное или префинальное интервью, скажем, в октябре или в декабре. То есть, это значит BCG, значит, сначала, да? BCG, выход... Ну, на интервью... А, выход на работу в феврале? Примерно, может, в январе. Февраль 2019-го. Значит, интервью... Возможно, январь. А, может быть, даже январь. Окей. Ну, то есть, интервью, скорее всего, это декабрь-ноябрь. Угу. Окей. Это, кстати, хорошо. Время тут есть. Декабрь-ноябрь. Окей. Так, что дальше? А, значит, до интервью у тебя будет еще снова этот тест. Снова тест, да. Пресловутый. А он, соответственно, будет когда? Типа в октябре. Типа в октябре, да. В октябре будет, скорее всего, тест, и в октябре будет, наверное, еще и... Кейс. Тест кейс письменный. Угу. Окей. Ну, хорошо. Давай другие пока посмотрим. Не будем сначала. Вот, будем. У Бэйна, кажется, нету зимних стажировок. Поэтому там большой вопрос. Если они мне каким-то образом дадут снова оплавиться, то я бы хотел совместить, как бы, кейсы наложить. Угу. Нет зимней стажировки. Да, я узнавал. Окей. А ты как-то с ними разговаривал, чтобы они дали возможность оплавиться? Этот вопрос я по e-mail не поднимал. По e-mail? Написал e-mail, спросил, будут ли зимние стажировки. Ответа их не будет. Угу. Понятно. Или пока что не планировалось. Угу. Ну, ты заканчиваешь в этом году, но пока что еще учишься. Да. Поэтому ты не можешь уже выйти на работу, наверное. Или... А, ну это тоже стажировка. Не помню. А потом после трешки идет шестимесячная стажировка. Угу. А вот сразу на шестимесячную ты можешь выйти? Я думаю, да. Ну, это будет чуть сложнее податься. Но да, можно подавать сразу на шестимесячную. А, ну то есть сейчас ты можешь податься, ничто тебе не мешает. Да, если они не будут делать трехмесячную зимнюю, то можно податься на шестимесячную. Ну, единственное, что будет мешать, это бан. Угу. Ну, бан... Бан действительно мешает, но надо попробовать им написать и связаться, типа, давайте попробую, поскольку там реально переосмыслил свое существование профессиональное и переосмыслил, там, и чему-то научился. Может попробовать написать. Как бы за это деньги не берут, поэтому стоит попробовать. Согласен. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас еще МакКинзи есть. Да, МакКинзи. Ну, фотография семьи очень здорово. Вот так, знаешь, когда там непонятные стоят рисунки на бэкграунде, там, когда у тебя что-то пропадает, начнешь стесняться. А тут семья стоит. О, отлично, можно посмотреть на семью вообще и зарядиться энергией немножко. Так, МакКинзи, что с ними? У МакКинзи, у них нет каких-то жестких таймингов, но я бы, опять же, хотел совместить там процесс интервью вот на этот ноябрь-декабрь. Ну, соответственно, под них подгадать тесты. За пять тестов по моим перегидкам все будут приходиться, о чем там писали, в октябрь. Да, значит, октябрь, тест. Вообще звучит норм, потому что вот сейчас, когда ты занимаешься на PST и какие результаты показываешь, они достаточно неплохие. Мы, кстати, сейчас на них можем глянуть. Так, вот, глядя на это, можно сказать, что, в принципе, ты молодец. Тут у тебя есть и математика сильная, вот эта часть как раз математическая. Вторая, да. Можно рисовать? Да, вторая – это именно математика. Первая – это premise, то есть логика на английском. Вот она похуже, и здесь ты так не опережаешь других. Но математику ты очень хорошо решил. Поэтому, на самом деле, у меня возникает вопрос, как что мог BCG не сдать, учитывая, что у тебя она окей. Но, на самом деле, я думаю, что мало ли бывают разные обстоятельства, и, скорее всего, в твоем случае это стресс, учитывая, что ты соображаешь здорово, но косячишь потом на интервью, например, из-за того, что волновался. Возможно, это тоже какой-то фактор играет. Поэтому я думаю, что все-таки нужно будет математику тебе дожать и доделать вот эти все задачи. Не только PST, а и математические, чтобы как бы такой за счет over-redundancy закрыть эту тему. Что, окей, ну вот по максимуму сделал, а там уже там будь что будет. Поэтому думаю, что математика тебя еще ждет. Думаю. И с ней разберусь. Ну, окей. Значит, возвращаясь к нашему плану. План такой. Нужно к тесту приготовиться к октябрю. Нужно его благополучно сдать BCG McKinsey и попытаться с Бэйном выйти на связь, чтобы они предложили написать их кейс, который гораздо проще. Не, кейс-то, я думаю, вряд ли они будут давать мне. Я же его написал один раз, второй раз мне дали его скипнуть. А, ну вообще прекрасно, да. Я думаю, если дадут в третий, то уж без теста. Ну, наверное. Верно. Окей, ну это означает, что да, нам нужно ориентироваться там на интервью, а с тестом проще. Хорошо. Значит, мы тогда к этому готовимся. И сейчас вот как раз ты на курсе PST, вот его как раз и оттачиваешь. И он закончится у нас в конце сентября. Ну и судя пока по твоей динамике, я думаю, что ты будешь готов писать тест. Я на это надеюсь. Особенно, если сейчас еще смарт-частью поднажмешь. Ну, это больше премия смарт-часть. Ее, безусловно, да, в премисе. Хороший комментарий, на это посмотрим. Возможно, даже и на премис. Но пока еще маловато, нужно еще чуть побольше статистики по тебе собрать, чтобы судить. Хорошо. Ну, возможно, да. Ну, в общем, со всей этой штукой онлайн-тестовой поднажмешь, закроешь ее, и потом будем уже активно готовиться к интервью еще. Да, я думаю, все правильно. Давай тогда сейчас посмотрим еще раз на твое CV и мотивационное письмо, дабы с ними разобраться. Вообще, это такое составление писем мотивационных, и резюме – это не самое интересное занятие, но как бы это штука, которая первая тебя продает, и тут не хочется с ней накосячить. Это правда. У нас тут есть... Вот что. Мы на это уже смотрели, и в прошлый раз я говорил, что у тебя классное образование, опыт хороший, но не расписанный до конца, а экстракарикулус практически нет. Ну, кроме всяких кейс-чемпионатов, что как бы, ну, прикольно, прикольно, но похуже, чем если бы у тебя был какой-то такой нормальный работа именно в команде по организации чего-либо. А, ну да. Смотри, глядя опять на все это дело. Так, тут все окей. Франкфурт. Смотри, ченчеллендж я бы убрал с образования, поставил бы в тренинге экстракарикулус, просто потому что тут... 16-го. Не то 16-го, ты не получаешь за это никакую официальную бумагу, по сути. Ну да. То есть ты не получаешь какой-то диплом. Вот это важно. Тут даже вот, на самом деле, стажировка не так важна, но в какой-то степени там можно ее оставить. Но опять, самое главное, конечно, это то, что привлекает внимание, это Несса. Вот это прям привлекает внимание. Остальное не так важно. То есть ченчеллендж оставить в резюме, ну, почему бы и нет, ну, тогда просто убрать вниз. Ну да, согласен, перекос в пользу образования. Ну, мне кажется, Frankfurt School тоже классно. Ну, это эксченж всего-навсего. Эксченж, да. Так, а скажи, пожалуйста, Мадрида здесь еще не хватает. Вот я подумал, будет загромождено. То есть если убрать CL, и вставить в Мадрид, мне кажется, будет перегруз. Да. Ах, хорошо, а если добавить просто эксченж программс и перечислить, что у тебя разные были? Это как бы можно в одном тогда буллете совместить, что ты и во Франкфурте учился, и в Мадриде. Это прикольно. Идея хорошая, но я как раз во Франкфурте хотел расписать курсы. А тебе не нужно курсы расписывать сами? Ну, они классно звучат. Ну, как бы и так все знают. Что может быть, какие курсы могут быть в School of Finance and Management? Ну, камон, как бы, ну, все одинаковые курсы. Курс Public Speaking. Окей, курс Accounting Financial Markets. Ну, и так понятно. Вот если ты там что-то писал, какую-то прикольную работу необычную, про это можно писать. Какие курсы, ну, камон, их можно выкинуть. Вот тут их можно выкинуть и написать, что, окей, ты один такой-то семестр провел во Франкфурте, а такой-то семестр провел в Мадриде. Это как бы больше новой информации несет интервьюеру или там HR-у, чем, вот, какие у тебя курсы будут. Ну, да, окей, понят, есть. Но просто курсы, они настолько классные, выбиваются из того, что есть в России. Business Strategy, ну, камон. Financial Modeling, ну, камон. Нет, вот если бы ты здесь написал Real Analysis, вот если бы ты здесь написал Time Series Analysis, вот если бы ты здесь написал какую-то жесть жесткую, что-то же нестандартное? Time Series есть. Где Time Series? Не-не, не здесь, в смысле, проходят в метрике. А, ну, вот, там, какой-нибудь Advanced Economy Metrics, там, который еще там с доказательной базой крутой. То есть, если показать, что это жесткий квант, да, вот это тогда стоит. А остальное я бы... Business Strategy это не крутое. Ну, я не знаю, что можно сделать. Можно в одну колонку запихать Exchange и просто эти курсы перенести в Ness. Ну, как типа Relevant Courses и тогда часть почистить. Можно половину выкинуть курсов. Я бы, на самом деле, большинство, я бы почти все курсы. Смотри, Ness, понятно, вот все HR-ы и интервьюеры в тройке знают, что такое Ness и Вышка. Рэш. Тебе не нужно писать, какие там курсы. Всем понятно, какие там курсы. То есть, тебе нужно ориентироваться на читателя. Вот если бы ты шел, например, ты учился в какой-нибудь там китайском университете, приходишь сюда, никто не знает, что это за университет, то да. Или бы, может быть, даже если ты подавался куда-то на работу в Америку. А, так погоди, я, по-моему, как раз все это вставлял, когда в Европе куда-то CV скидал. Может быть, да. А, окей, да, для тройки, наверное, не релевантно. Они знают. Да, все, я понял, почему у нас разные эти взгляды. Да, это CV европейское. Ну, то есть, в Европе я его рассылал. Когда я сам писал CV, я тоже так писал, но потом мне, ребята, кто мне помогал CV писать, например, уже в бизнес-школу или еще куда-то, или там в Макиндзе дорабатывают, типа, ну, кому это интересно. Камон. И я тогда понял, что, ну да, вот интереснее вот этот кусок, вот это мясо, вот этот кусок, это круто. Возвращаемся к нашим баранам. Work experience, вот это то, что я хотел бы подробнее видеть. Вот это реальное мясо. Ну, конечно, самое мясо, это там бренд написать круто. Я работал в Coca-Cola. Я работал в P&G. Я работал в четверке. Да, вот это круто. У тебя бренды здесь поменьше. Тинькофф неплохо. Но можно попробовать что-то про них подробнее рассказать. Вот эту бы секцию я расширил. Тогда как секцию про курсы я бы убрал. Окей. Как бы и так все знают, что ты здорово соображаешь хороший студент. А вот то, что ты что-то еще можешь делать по бизнесу. И вот сюда я бы добавил еще твой проект этим летом. Что бы ты ни делал, может быть, там не так много, но что-то можно там, может быть, будет заслужить. Чтобы не было лага в этом. Ну, лага по времени. Нет, тебе не нужно пространство заполнить. Плевали все на лаг. Тебе нужно контент показать, который вау, продает это так, что все хотят тебя взять на работу. Просто заполнить побольше, запихать всего в себе, вот не стоит. Не-не-не, я имею в виду, видишь, что-то в феврале все закончилось. Это не важно. А, окей. Ну, ты студент, ты учишься, ты можешь когда угодно заканчивать. Тебе не нужно, ты не обязан сейчас объяснять, что я там не работал какое-то время. Ты учишься, это окей. Вопрос только в том, что можно еще крутого сюда напихать, мне кажется. И, например, даже вот здесь добавить там Natica Solutions, Coordinated Workflow of Two Interns. Окей, Manage Two Interns. Хотел бы посмотреть еще, какой outcome был у вас. То есть вы, возможно, подготовили какой-то большой отчет. Вы его презентовали крутым каким-то там... Ну, презентовали не мы, но презентация была на нас, часть презентации. Мы там структурировали инфу по заводу, в Excel-чике гоняли. Ну вот, и результат, вот то, что вы нашли, вот в Excel-чике гоняли. А для бизнеса какой-то импект. Окей, сейчас. То есть вот смотри, вот если объяснять работу консультанта, рисуют слайды. Ну да, вот все критики так и обсуждают. Консультанты рисуют слайды. Как бы по факту это правда, но суть не отражает. Так же и вы. Вот вы рисовали, гоняли Excel-чик, рисовали слайды. По факту правду, но суть не отражает. Вот что вы привнесли первый, снизить косты на персонал. Смотрели по разу, а сейчас нужно исполнить. Ну хорошо, смотрите, не нужно сейчас мне это обсуждать, отвечать, но это, мне кажется, даже достаточно сильная степень уверенности стоит, внести сюда. То есть Structural Visualize Information это как бы процессуально что-то сделал, да. А я хочу посмотреть на результат бизнесовый. Что это привнесло? Даже если это что-то не очень большое, но что-то такое оценимое. Ну я понял. Надо пересмотреть прессу. То же самое, я думаю, можно сделать и в остальных местах. Покопайся, посмотри. Вот эти как раз, вот что ты в ВГТРК делал, что ты сделал в Тинькофф банке, кроме как того, что возился с SQL. Опять это процесс. Я хочу видеть результат. Что ты заделиверил? Ну в Тинькоффе там понятно, потому что мы предложили improvement скоринговой модели. В чем заключался improvement? Что она стала работать более точно. Что значит более точно? Ну как? То есть она с лучшей точностью предсказывает дефолт нет клиента или не дефолт нет. В чем измеряется точность? В процентах дефолтов. Ну как, то есть фактическое число дефолтов и versus предсказанное число дефолтов. Окей. Там есть какая-то метрика, которая говорит, что раньше точность была такая, а теперь точность такая. Она точно была, сейчас не вспомню. Вот это нужно вспомнить, найти и рассказать. Тебя запросто про это спросят. То, что метрики, оценивающие перформанс, качество, чего бы то ни было, это важные метрики. Их в консалтинге везде используют. И часто придумывать правильную метрику это большое задание, сложное, которое потом имеет значимый результат, поскольку ориентирует менеджмент на правильные вещи. И то, что ты можешь говорить о какой-то метрике, которая принесла результат, будет очень круто. Ну, это была логистическая регрессия, просто не помню, как ее оценивать, насколько она точно работает. R-квадрат? Я не помню, там что-то мы другое использовали. Площадь под кривой. Рокаук, что-то такое. Вот. Ну вот, прекрасно. Вот вспомни, ее-то сюда внеси. Вот это мясо, которое хочется видеть гораздо больше, чем хочется видеть твои курсы по стратегическому менеджменту и всем прочему, что у тебя было. Как бы, да, понятно, что они были. А вот что здесь, вот мне вообще не ясно, что ты делал. Просто бумажки таскал или реально деливерил. Я думаю, что ты реально деливерил, но тут нужны детали. Ну окей, ну как бы, рок-аук вставлю в Тинькофф. Да. И сколько было до вас, и сколько стало после вас. А если ты еще тут сможешь сказать, а сколько это в деньгах экономят, это будет вообще круто. Ну это, ну блин, понятно, но мы все там были два месяца, то есть до имплементейшн не дошло. Мы просто доказали, что, ребят, если брать вот эту переменную и использовать ее при оценке рисков, то вы лучше сможете оценивать эти риски. Окей, у тебя часто будут проекты в консалтинге, где до имплементейшн не дойдет при тебе, будет доходить после тебя. Но ты должен понимать, вот когда имплементейшн наступит, что это даст, что твоя идея принесет. А потом, может быть, ты имплементейшн тоже будешь заниматься. То есть привлечь вот здесь бизнес-часть, прицепить ее четко, очень важно. Поскольку этим консультанты и занимаются, как бы платят деньги, не за то, что ты там погонял Excel, а за то, что ты сэкономил, я не знаю, 20 миллионов долларов. Ну, это много, окей, может быть, меньше посэкономил, но X миллионов чего бы. Ну, я понял. Ну, в смысле, в плане стажировки до этого не дошло до имплементации. Ты предлагаешь сейчас прикинуть? Да. С какой точностью? Да, прикинуть, что вот это принесло бы, объяснить это. Понять, понять, как ты это прикидываешь, и потом запросто это будет отличная тема для обсуждения на интервью. И ты будешь говорить, а что ты сделал? Просто рассказывать, что ты слайды сделал, это, конечно, не то. А вот что ты с бизнесом сделал? Ну, или к чему ты шел? Зачем ты это делал? Вот это будет важно. Окей, интересно. Меня, кстати, на интервью больше гоняли, знаешь, не по... Ну, когда обсуждали Тинькофф в Бэйне, меня гоняли не по тому, а что это принесло, какой результат в деньгах. Они скорее гоняли, а почему это работало, как вы это делали, и вообще, почему это будет работать? Ну, я скорее объяснял, что за переменная и почему она значимая. Хорошо, но здесь просто это ты не сможешь расписать. Если мог бы, да, это было бы отлично. А если бы ты еще написал, а какой импект, тебя бы запросто могли спросить, а как вы посчитали, откуда, почему так? И вот это хорошо бы смотрелось, да. Это было бы очень интересное обсуждение. Если ты к ним будешь готов, ну, а ты к нему должен быть готов, то это в твою сторону повернет. Ну, как раз чистый сайзинг, если предсказать, что... Да, именно. Чистый сайзинг. Ну да. Вот я еще что заметил. Смотри, написано с декабря по февраль. 2018-го. С декабря 2018-го по февраль? С декабря 2017-го по февраль. Вот тогда это нужно прописать. Да. Поскольку иначе, вот у меня, как у стороннего читателя, сразу возникает вопрос, а что, как бы мы движемся в обратном направлении? Потом я подумал, ну, наверное, имеется в виду 17-й, но у меня сразу такое, какое-то небольшое огорчение, типа что, slippery language. Я хотел бы, чтобы это было четче. То есть декабрь 17-го, февраль 18-го. То же самое и вот здесь. Октябрь-июль. То есть это ведь октябрь, получается 16-го. Да, октябрь 16-го. Да, а я вот вижу октябрь и июль и получается время вспять. Я такой, а, что происходит? Вот это лучше доправить. Окей. Чуть длиннее будет смотреться, но по крайней мере это будет четко. Ну, как раз я, по-моему, оставил только один год, чтобы смотрелось лучше. Замени 17.8. А думаешь, лучше датами писать или вот так, как здесь? Или IB-тестинг сделать? То и то. Ну, хорошо бы, IB-тестинг, это если бы у тебя было, я не знаю, с тысячей компаний, куда ты мог бы это все отправить и посмотреть результат. Тут, к сожалению, у нас другая ситуация. Я бы думал, я думаю, что нужно best guess сделать сразу. И вот то, что вот это вводит некоторое заблуждение, стоит исправить. Как бы, это мелочь, это фигня, но не хочется привлекать внимание какой-то фигней. то есть привлекать, если только с позитивной стороны, а с негативной, когда кто-то может подумать, может быть, что-то там не доделал, невнимательно, там attention to detail не проявил. Вот это точно не стоит. Хорошо, да, согласен, я не заметил этого. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас awards. Они, по-моему, однотипные. Да, у тебя просто, это вообще можно одним буллетом сделать, что ты участвовал в таких-то соревнованиях, там-то побеждал в таких-то секторах, окей. Не, ну тут, если присмотреться, тут два европейских и всего два российских. То есть я российские почистил. А европейские что? Ну, одно в Швейцаре и Лаузан. Один был ивент от медиакомпании немецкой. А, кстати, сразу замечу, смотри, у тебя отступы тут разные с точками. Между... Вот я знаю, что у меня проблема, я вот здесь в PowerPoint хорошо рисую, а в Word у меня не получается красиво редактировать. Придется поучиться. Тут вот, когда мне нужно научиться пользоваться каким-то тулом, но сейчас я, допустим, больше там C++ и Python пытаюсь осваивать, до этого, когда осваив вот так же Word, просто берешь и гуглишь. Вот, и желательно на английском. Ты сформулируешь свою проблему, говоришь, вот это не работает, как это найти? Только на английском. Там, line spacing's incorrect, или там, table produces incorrect spacing's in Word. И ты кучу всего найдешь. И после этого ты там легко это все исправишь. Слушай, клево, потому что, когда я пытался это исправить, я тыкал больше в Word. где-то. Смотри, это нужно совмещать. Ты сначала тыкаешь какое-то время, ты видишь, что ничего не получается, ты начинаешь думать, окей, а как мне эту проблему засолоть по-другому? По-другому поискать... В крайнем случае, можно у кого-то из людей поспрашивать, как кто это делает хорошо, на твой взгляд. Ну да, это реально spacing. Тебе не обязательно даже за формат Res резюме держаться. То есть, я подумываю, стоит ли нет исправить формат Res на какой-то более... Смотри, Res сам по себе хорошо бренд. Тебе нужно бренды показывать, да, но при этом нет необходимости за него держаться. Res слово и так прочитают. По формату согласен. Да, то есть тебе важно, важно, чтобы вот таких даже мелочей не было. Вот их исправить. Если ты это исправишь и оставишь формат Res, прекрасно. Если ты не исправишь, и нужен другой формат, лучше понять формат, но чтобы было все четко, красиво и аккуратно. Вот это вот важнее. Так. А, и вот здесь, вот эта тема про инвестиции, которую мы обсуждали в прошлый раз. О, да. Слушай, но она заслуживает больше, чем в одной вот такой несчастной короткой строчке. Тебе реально больше нужно про это написать. Это крутая тема. А куда? Ну, то есть, вот это... Вот это, смотри, вот award, это вот extra extracurricular activities. Вот это можно все схлопнуть, trainings and activities, и awards, сюда же добавить change link, и все это свести вот extracurricular activities. Вот они твои extracurriculars. И я бы здесь вот это как раз подсократил бы различные чемпионаты, ну, просто потому что тех много, да, это круто, но это однотипно. а вот investments расширил бы, потому что вот это какая-то новая крутая тема, и из того, что ты мне рассказал в прошлый раз, было реально огонь. То, где есть какой-то такой контент, о котором здорово разговаривать, и который тебе дал важный опыт, который здорово продемонстрирует на интервью. Ну, согласен, то есть, вопрос, что расширить там, а с кем, б, куда? Да, что ты сделал? Managed investments, то есть, у тебя было сто тысяч долларов. Ну, типа, это мы вместе пул инвесторов, примерно такой был. Ну, например, такой масштаб. А, то есть, у вас было, что там, я не знаю, десять студентов, которые скинулись, и у них сто тысяч долларов. Ну, там, я студент, другие не студенты уже. Ну, да, там, в каких-то долях входили в компанию. Займы делали. Ага. Вот, стоит расписать, куда вы вкладывали? Какой был return on investment? А тут return нет? Нет. Тут просто скажешь, что у вас было сто тысяч долларов. Ну, окей, это как бы прикольно, что вы этим занимались, но хотелось бы поподробнее. Нет, можно расписать компанию, типа, их сферу деятельности. Да. Тогда вопрос, это будет перегружено на, ну, если все в одну строчку идет. А если тут не нужно в одну строчку, то можно поподробнее. Смотри, вот, extracurricular activities можно также разделить на кейс-чемпионаты, дополнительное образование, вот, например, там financial modeling course и тот же changing age. И третий большой point это investments, investment club. Назови это клубом, реально у вас там было много человека, не один был. Можно клубом назвать, в принципе. Ну, это по факту и был клуб, вы там и так это не называли, вы, ну, просто мы там собираемся с друзьями. Когда мы собираемся с друзьями, это клуб называется. И вот, а ты мне до этого говорил, что у тебя не было никаких student societies. Там нет студентов уже. А какая разница, вот ты там был студент, для тебя это society. Отлично. Вот про это рассказывай. То, что они не студенты, но как бы от этого только больше, плюс у тебя, чем меньше. Слушай, ну, можно рассказать, как бы, ну, то есть, рассказать-то да, мы на переговоры ходили, там, бизнес-модель, тестили у ребят. Как это в себе засовывать? То есть, ну, до инвестиций мы бизнес-модели у них проверяли, риски. Какой был ауткаут? К чему вы пришли? Инвестировать. Инвестировать. Как вы это оценили? Ну, там много чего делали. Кто-то ездил в офис. Ну, компания, она занимается взысканием просроченной задолженности у других. То есть, она покупает у банков портфель кредитный и собирает. Ну, вот, мы смотрели, как они операционно это делают, то есть, что, какие шаги проходят. И кто-то ездил, ну, из знакомых в офис смотреть на них, как они обзванивают клиентов. Ну, отлично. Ну, вот про это нужно сказать, что инвестировали, а есть какой-то результат? Все вернули. Все вернули. А какой-то еще заработали на этом счете? Там было 33% годовых, но выплаты были аннуитетные. Ну, отлично. Так вот, это напиши. Ну, да, можно. То есть, была ситуация, у вас было, вы скинули 100 тысяч долларов, вы рассматривали разные варианты, а потом вы взяли и вложились в компанию, и она окупилась. Ну, условно, да. Ну, крутая история. Там тоже не одна компания. Не одна. Вот расскажи, сколько было компаний, из каких отраслей. Я знаю, как вы отбирали, наверное, уже не запихнуть в CV. То, что вы куда-то отобрали, какой был результат, какой у вас был return investment, отлично. Можно вставить return, но я не уверен, что стоит тут расписывать в области компаний. Просто это будет загромождение. Это будет как строчка, как а-ля с работы. То есть, если работу я расписываю, что я там делал. Да. Это просто... Это как раз, это не буллит, это больше. Это как раз контентная часть. Вот смотри, вот то, что мы здесь обсуждали, образование твое, вот оно не заслуживает того, чтобы про него подробно рассказывать. Рэш и так все знают, эксченж с юной, ну, окей, поездил, потусил там. Все знают, как происходит эксченж. Вот ты смотри, сколько места вот здесь ты потратил на вещи, которые, в принципе, не так интересны. Сейчас. Вот это все. Здесь интересна вот одна строчка. Вот сейчас. Вот эта строчка. Вот она интересна. Все. Остальное здесь неинтересно. Тогда как? Если посмотреть вот сюда, вот тут, вот эта строчка, вот эта, она заслуживает того, чтобы занять все место, которое было там у тебя подобразованием. Ну, не все, но, по крайней мере, две трети. То же самое касается вот этих строчек, которые можно расширить про опыт работы. То есть просто я бы поменял приоритеты того, что здесь ты изложил и сместил их в сторону вот этих активностей. Вот они крутые. Ну, глобально я согласен, но вопрос в том, если расписывать вот это investments, то, ну, то есть вот если его расписывать по буллетам, то будет как бы сначала буллетная часть, потом строчки, а потом снова буллетная часть, и снова строчки. А зачем тебе буллетные части? У тебя не будет буллетной части. Вот у тебя будет extracurricular activities, которые раньше были awarded training and activities, и там будет три строчки. Каждая из буллетов. Первая строчка будет winner of several case competitions, хотя лучше я бы сначала investments поставил, вот это реально круче. Потом winner of several case competitions, и там participants in several professional courses, например. И вот туда запишешь штабного dedicated courses. А-а-а. То есть это не буллет, это больше будет, чем буллеты? У тебя три буллета. То есть это будет три категории, буллеты внутри категории. Правильно. М-м, окей. Вроде бы прикольно, да. Хорошо. Так, skills, language, окей, computer skills, ну как бы это тоже очевидно. Я не уверен, сейчас стоит это оставлять или нет, или можно выкинуть. Я не уверен. Мне кажется, стоит выкинуть. Окей, из того, что тут необычно, как бы SQL. Но SQL же и так ты его упоминал. Я бы вообще вот весь набор skills выкинул нафиг. Он не несет вообще никакой валью здесь. Ну, я согласен. Ну, когда-то на первом курсе говорили, что язык указывает на свой уровень. Все указывают fluent. Вот, come on. Вот кому ты не повернешься, Russian native, English fluent. Ну, ты не найдешь никого, кто подается в консалтинге и указывает English, не fluent. Они проверят, если захотят. Ну, согласен, тогда нужно. Можешь? Вот если бы у тебя были там какие-нибудь тесты, там GMAT TOEFL, можно что-нибудь такое указать. Это что-то необычное. Но и то не сильно важно. А вот это, конечно, точно не стоит. CL. CL. Смотри. Основная сложность CL, как мне показалось, так. Что сложность CL? Мне он показался недостаточно структурированным. Первое. И второе, контент был ну, не такой juicy. То есть, недостаточно показывать твое знакомство с компанией. Ну, и третье, можно назвать там какой-то, подправить язык. Ну, это ты вот мне сейчас рассказывал, что тебе там помогла американка, например, вот в другой итерации, которая не здесь, и которая тебя делает. прекрасно. Окей, язык, значит, мы закрыли, он нас не волнует, он тебе будет классный. Вопрос в том, что структурированность добавить. То есть, что у тебя происходит? У тебя происходит introduction, и одновременно почему Bane, потом рассказ просто про тебя, какой-то прикольный, потом еще немножко Bane, потом опять какой-то прикольный, чем ты интересуешься, и потом завершающая фраза. То есть, как бы получилось все так намешано. Ну, когда я перечитывал, да, я согласен, что получилось как-то. Лучше сделать, ну, окей, вот структуру, которую я все время советую, может быть, она там слишком уже заезженная, все время используют, типа, почему ты, почему консалтинг, почему Bane, почему другая компания. Может быть, ты что-то более креативное придумаешь, но здесь я бы сказал, что структура важнее, креатив тоже важен, но он второстепенный. Главное отразить вот эти моменты, и чтобы читатель сразу понимал, о чем идет речь. Окей, вот этот параграф, ты здесь мне хочешь донести мысль про, почему ты хочешь работать в консалтинге. Вот этот параграф объясняет, почему ты классный, то есть, хайлайты делает из твоего резюме. Вот этот параграф объясняет, почему, что ты знаешь о компании уже. Ну, то есть, вот если там идет параграф про Bane, то ты должен вообще ничего не миксовать. Смотри, я бы так сказал, первый параграф я бы вообще сделал одним предложением. Dear recruitment manager, I am such and such, and I am applying to this specific position. Full stop. согласен. Перевод новой строки. Why am I interested in Bane? Или, why do I like consulting? И начинаешь объяснять. I want to work in consulting because it's a great start for my career. It's a place to meet great people and it's an important or tremendous. Я не хочу сильные слова использовать, я просто it's опять unique. Ладно, it's a great learning opportunity. Заменинное правильное слово. И потом расписываешь вот эти мысли по два предложения на каждую мысль, допустим. Желательно добавить в контекст, что ты знаешь людей из Bane, например. Ты общался с таким, то он тебе понравился. Классный человек. То есть, ты не можешь просто сказать, в Bane люди классные. С чего ты взял? А ты взял, потому что ты общался. Я согласен. Эти вопросы как раз поднимались на интервью, потому что в интервью я расписывал кого я знаю. Вот. И напиши это здесь. Прекрасно. Нет, а смотри, вот это клевый прием, когда ты задаешь какие-то три вопроса и потом на них отвечаешь. Это ты говорил про все Сиел? То есть, там на протяжении всего Сиел нужно вставлять вопросы? Или в... Смотри, это я задавал вопросы скорее, как тебе рассуждать самому. Как это писать, я не уверен, что так стоит. Это слишком какой-то такой свободный стиль, может быть. Но я могу ошибаться. Можно попробовать. То есть, в этом нет ничего плохого. Это точно структурирует, но это добавляет какой-то тебе такой писательского креатива, скажем так. Сильно отличается от того, что обычно люди пишут обычно вот так просто. I'm such, I'm such. Почему бы так не сделать? Можно. Я бы, да, вообще тогда разделил бы вот этот будет. Why do I want to work at Bane? Why do I think I fit? Три вещи. Три вещи, да. Да. И потом финальная фраза, то может там завершающая, там типа thanks for considering my application, looking forward to hearing from you soon. И все. Нет, а сейчас внутри есть съелки, у меня чего? У меня почему Bane, а про себя чуть-чуть. Нет, про себя у тебя как раз больше всего. Вот второй параграф про себя. Да, у меня третий тоже в себя. Третий тоже в себя переходит, да. Окей, но если бит, то это будет типа work experience и extra experience. Я бы никогда не бил это даже. У тебя work experience и extra experience разбит в CV. Тебе не нужно это еще сильнее разбить. Тебе хватает того, что есть сейчас. То есть вот это я бы, вот эти два абзаца, я бы их скукожил в один, добавил больше мяса про консалтинг, желательно с примерами, тем более, что ты делал консалтинговые проекты, ты делал инвестиционные проекты, ты понимаешь, к чему аналитика может привести, и можешь привести примеры полезной работы, которую ты хочешь еще сделать в большем количестве. То есть работа, которую ты делал только на стероидах, вот как раз вот это ты можешь искать. И рассказать, что ты про Bain знаешь, ты два раза туда собеседовался уже, классная компания, тебе она почему-то не интересна. Вот эти причины ты можешь искать. То же самое про другие компании. Вот то, что ты in placers visit, зашел на сайт по гуглеву, прекрасно. Я расскажу историю, почему она стоит in placers. Я, по-моему, это CL, оно более-менее нарабатывалось два года, какой-то скелет старый. И я читал, чего пишут HR и Bain про себя в группе. И я заметил, что они так очень гордятся публикацией in placers. In placers, по-моему. Да, то есть они запостили себя в группе, типа, вот, ребят, почитайте про нас на in placers. И вот это было буквально там за две недели до подачи CL, поэтому in placers. Я понял. Они там появились, но это нужно убрать, потому что это... Сейчас... I googled you! You are awesome! И как бы такой это аргумент, но скорее там, не знаю, второкурсника. А тебя уже для тебя, от тебя уже ожидается более сильный, более конкретный аргумент. Ну окей, согласен. Но как бы цель стояла в том, что если они публикуют про себя, я такой, ну окей, вот я как раз... Так, значит, структуру ты добавишь, мясо сюда навешаешь. То есть мы что делаем? Второй, третий параграф сливаем, это будет... И схлопываем его, да, добавляем новый, второй параграф про консалтинг. Делаем его, наверное, первым, потому что логично, наверное, от общего к частному. То есть почему консалтинг, почему бейн, почему ты? То есть как бы пирамид такая, сужающаяся вниз. И да, и чуть про бейн чуть подробнее расписываешь. Ну то есть тогда там универсальное CL, но просто сначала про консалтинг, одинаковый параграф, потом всем по-разному. Да, тут ты не выделишься креативом, там, что включить в CV. То есть это как бы, вот знаешь, как в искусстве, но не так много разных вариантов есть сделать красиво. Также и в CL не так много есть вариантов сделать нормально. Тебе нужно ответить на вот эти три вопроса. Окей, согласен. А там, а вот какое мясо ты навешаешь, вот это тебя отличает. скелет у всех одинаковый, а вот что там у кого, где мясо больше, вот это ты можешь выбирать. Так, а вот еще хотел сказать, смотри, про интересы, интересы прикольны, но я бы не стал из всех интересов пытаться сделать какую-то количественную оценку. Это очень прикольно, у меня просто кавер в YouTube есть, и там очень много лайков появилось, ну то есть органических. Это круто, ну смотри, вот likes, dislikes, ratio of 60, это, ну как бы, для тех, кто не знает, это непонятно. Для тех, кто знает, ну это совсем мало, то есть я не знаю, когда у меня видео ratio likes, dislikes 60, я огорчаюсь, что-то с видео не так. А это потому, что разная категория, тебя смотрят люди, которые, они, как сказать, то есть эта группа, они похожи, а когда ты пишешь песню, то у людей разные вкусы. Ну вот сколько я песен смотрел, там тоже обычно лайков, ну где-то процент, раз в 10, ну или хотя бы в 5 больше, чем дислайков. Ну а мне 60. Друзья, 400 против 10. Мне кажется, для непрофессионального кавера это клево. а, против не total covers. А, окей. Да, я смотрел сегодня, это 400 versus 10. По-моему, это клево. Слушай, ну я тебя понял, тогда, наверное, ок, но я бы тогда тебе сказал, что запутанно. Попробуй тогда количество просмотров сказать. Ну и количество просмотров, тоже на самом деле такая штука, ее накрутить очень легко, либо там, наверное, на рекламе штука. я бы просто ничего не накручивал, но для меня это такая штука. Я бы убрал тогда совсем там, непонятно. Сказал, что любишь заниматься гитарой, ну круто. А тут количество на оценку подтверждено. Что ты любишь? Вот мое подтверждение, что я люблю заниматься гитарой. Понимаешь, ты все равно не докажешь, что ты крутой гитарист, ну потому что ты идешь не на гитариста, ты идешь на консультанта. Доказать, что, а, еще я круто играю в гитаре, смотрите, мне тут ачивку дали, думаю, что не стоит. Ну, я не знаю, вот это не так сильно критично, это, конечно, твое личное мнение, но меня бы это вызвало некоторые сомнения, и как бы я, наверное, будь я интервьюером, я бы к этому придрался, подумал, зачем чувак, чувак записал кавер, там просто любительский, и теперь считает, сколько у меня это. Странно. Поэтому думай сам, здесь я не настаиваю, но я бы убрал. Так, что у нас в итоге тогда получается? Где там наши бараны? Ну, это старая информация, сейчас поменьше. Да, в общем, смотри, тогда нужно CV, CL еще немножко доработать. Я на самом деле думал, что мы вот эту тему прям закроем быстро, но думаю сейчас, что лучше сделать качественно, но прям не беспокоиться за это, по максимуму выжить, чем сказать, ну окей, тебя и так возьмут, потому что ты вышка рэш, что практически правда, что тебя и так возьмут, и забить. Тем более, что CV и даже CL, возможно, тебе помогут отчасти на фид интервью, поскольку тебе легче будет про хорошо подготовленное резюме пройтись и что-то обсудить, и плюс мысли, которые тебя посетят, когда ты будешь прорабатывать CV и CL, они тебе пригодятся потом, чтобы рассказывать эти истории. Ну, согласен, но как бы с точки зрения консалтинга, мне кажется, то есть да, я с очень большой вероятностью и так прохожу дальше. С точки зрения все равно каких-то инвестментов вот в это а-ля портфолио, ну да, это портфолио ты успеешь потом дорабатывать. Наверное, вот ты CV сдашь, потом ты на него забьешь. Тут именно важно, скрининг пройдешь, а вот как ты будешь обсуждать его на интервью, вот это важно. не-не-не-не, погоди, касательно скрининга, я не прошел BCG в полном, год назад скрининг. О, ну тем более. Ну, есть, короче, room for improvement имеется, поэтому потратим еще на это время, но сделаем хорошо. Окей. Так, и что, так и планы такие CV, CL, потом ты продолжаешь PST заниматься. Мы уже через некоторое время сможем посмотреть на твою статистику, понять, какие сильные и слабые стороны, что нужно подтянуть, если что-то нужно, чтобы быть готовым к октябрю, к тесту. После этого мы начинаем кейсы активно прорабатывать и фит-часть. Да, думаешь, кейсы стоит наложить до... Ну, то есть, стоит ли накладывать подготовку математика кейса? Вот я думаю, скоро начать решать, пока сам. Ну, окей, я думаю, так и сделаю. Ну, да, тебе начать ничего не мешает, действительно. Да. Я бы сказал, что вот разберись еще там с математикой, она много времени занимает, и раз там был какой-то риск с этим вопросом с BCG, лучше закрыть. Ну, а потом кейсы в дополнительное время уже можешь начать прорешить. Окей, да, я... Так, ну что, мы молодцы, мне кажется, мы все разобрали, здорово. Всем, кто смотрел, тоже спасибо, если будут вопросы, я надеюсь, они будут, будут комментарии, пишите снизу, все обсудим, все посмотрим тогда в следующий раз, и комментарии учтем. А ну и лайки не забывайте ставить, чтобы зря тут время тратим, снимаем, конечно, нет. так что, ребят, спасибо, до связи, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!